Главный престол освящен в честь преображения Господня, правый предел во имя пророков Моисея и Ильи, а левый во имя святых Георгия Поведоносца и Дмитрия Солунского. Внутреннее убранство и многие иконы были в свое время пожертвованы русскими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Особенно почитается в наши дни чудотворная акафистная икона Пресвятой Богородицы. Монастырский твор засажен кипарисами, смоковницами, виноградными лозами и оливковыми деревьями. В арабской деревне Канни Галилейской по Евангелию от Иоанна Иисус совершил чудо – превращение воды в вину на брачном перу, положив этим начало своим чудесам и явив свою славу ученикам, уверовавшим в него. Православная церковь Канни Галилейской является подворьем греческого православного монастыря святого Георгия Поведоносца. Построена она на том самом месте, где было совершено превращение воды в вину. Деньги на строительство храма собраны во второй половине XIX века российским императорским палестинским обществом. В храме паломники поклоняются двум каменным чашам, где по преданию и произошло чудо превращения воды в вину. Песня «Христос» Благовещение в Назарете Близ источника был дом святого семейства по возвращении его из Египта. Вода здесь свежа и прозрачна. Местные предания не сходятся между собой о месте Благовещения. Вполне возможно, в Благовещении было два. Одно в самом покое Девы Марии, где сейчас стоит католическая базилика, а другое здесь у платья. Главный престол храма освящен в честь Архангела Гавриила. Главный престол храма освящен в честь Архангела Гавриила. В Назарете наше паломничество закончилось. Сложилось так, что мы поклонились местам земного служения Христа, как бы в ретроспективе, от места Вознесения Господа до места Благовещения Пресвятой Богородицы. Главный престол храма освящен в честь Архангела Гавриила. Главный престол храма освящен в честь Архангела Гавриила. Продолжение следует...